Япония, 1932 год. Мунеоми Саваяма, потомок известного клана самураев Накаока, подарит миру новое единоборство. Ниппон-кэмпо. Название говорит само за себя. Кэмпо в переводе с японского – кулак. Ниппон – японский. Японскому кулаку понадобилось меньше века, чтобы покорить страну восходящего солнца. Сегодня более половины высших заведений в Японии отдают предпочтение этому единоборству. Последние годы Ниппон-кэмпо стремительными темпами завоевывает Европу, Мексику, Бразилию и США. А теперь и Украину. Все свои навыки, которые вы получаете, вы закрепляете в бою. Бой является основополагающей квитфорсенцией всей вашей техники. Если вы не закрепляете технику или навык, приобретенный в реальном бою, вы не получите этот навык никогда. Но как провести бой, не получив травму? Для этого есть экипировка. Для этого есть экипировка, и методики применения этой экипировки составят так, что в Ниппон-кэмпу оно является наиболее интересным. Потому что в Ниппон-кэмп официально на соревнованиях разрешено бить в пах. Покажите мне любую другую систему единобору, где разрешено бить в пах. Удивительно, почему такой молодой вид боевого искусства так быстро получил популярность во всем мире? Весь секрет заключается в его особой технике. Много схожестей, очень много. Но есть своя специфика. Своя специфика, которая отличает от других вещей. И единственный стиль, который бьют в пах, это мы. Больше никто не бьем. Везде запрещено бить в пах, а мы бьем. Дело в том, что в отличие от других единоборств, в Ниппон-кэмпо используется специальная защита, которая позволяет проводить бои в полный контакт. Эта защита, которая по-японски называется «богу», сводит до минимума вероятность серьезных повреждений. Защитная экипировка состоит из шлема на голову, перчаток, защиты на грудь, раковины на пах и накладок на ноды. Право закрывать. Раз, два, три. Закрывай. Раз, два, три. Страшно всегда и всем. Но здесь мы учимся бороть страх. И когда ты можешь это сделать, ты концентрируешься. И получается, что ты духом силен. Может, не так физически, не всегда бывает один на один бой на улице. Но все равно ты выходишь победителем. Вячеслав Журавлев, основатель ассоциации Ниппон-кэмпа в Украине. Он преподает самооборону уже более 10 лет. Вячеслав как никто знает, как применять навыки боевого искусства в повседневной жизни. Ведь в прошлом он работал инструктором спецподразделения «Альфа». Именно ему мы обязаны появлением Ниппон-кэмпа в Украине. Он двигатель, моторчик всего этой системы. Раскрутить организацию, получены права на Восточную Европу. Он ездил туда, прошел через очень серьезные испытания, через бои, сборы. Вы понимаете, попасть на сбор молодежной сборной Японии, где все время в день по 20-30 боев, это очень сложно. Вы понимаете, это физически и морально очень тяжело. Когда тебе 40 лет, вокруг тебя молодежь, которая с горячими глазами, тем более иностранец. Для них иностранец как красная тряпка для быка. Поэтому ему было там очень интересно. Тем не менее он прошел все это, он заслужил уважение. Поэтому предоставлены права. И организация наша, я думаю, будет развиваться очень успешно. Занятие Будо и система спортивных занятий – это разные вещи. В спорте строятся задачи на занятия, на результат, на выигрыш соревнований, на завоевание какого-то очка. Чем должен выиграть какой-то приз? Будо, если правильно расформировать, расшифровать, Будо – это воин, до – это путь. Это путь воина. Воин – это не значит, что человек военный или человек, условно говоря, мужчина. Воина может быть и женщина. Воины, прежде всего, это ваше отношение к жизни, это ваше отношение, внутреннее отношение к внешнему миру. Если у вас внутреннее отношение к внешнему миру находится в правильных выставляющих, вы делаете правильные в жизни вещи. Если вы не умеете эти вещи понимать, вы не воин. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok